Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре сегодня вновь зафиксировали сообщения о минированиях. На этот раз школ. Из зданий срочно эвакуировали всех, кто находился внутри. На места выезжали сотрудники оперативных служб. Они провели осмотр территории. Была организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения. Никто не пострадал. Занятия в школах были отменены, включая вторую смену. Сообщили в пресс-службе администрации Самары. Напомним, это уже третья волна сообщений о подготовке терактов, прокатившиеся по Самаре за последнее время. 7 января пришлось срочно эвакуировать посетителей и сотрудников торговых центров. А в среду 12 января в столицу губернии выводили всех, кто находился в зданиях судов. Во всех случаях сообщения о минировании оказались ложными. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе – 202 955 человек. Такие данные в четверг 13 января опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровел 931 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 171 391 пациента. Ковид-госпиталь на 1200 коек. Новое оборудование, методы лечения и лекарств. Медики региона готовятся ко встрече с новым противником – штаммом коронавируса «Амикрон». С подробностями Михаил Ермоленко. Так ли опасен «Амикрон», как о нем говорят? Медики уверены – недооценивать этого противника не стоит. И хотя до Самарской области напасть пока что не добралась, специалисты уверены – это вопрос двух-трех недель. На сегодняшний день его уже фиксируют в соседней Оренбургской области. Этот вирус – волна будет иметь взрывной характер. Министр здравоохранения Российской Федерации озвучил цифры о том, что заболеваемость будет выше в 4-5 раз. Почему? В этом особенность этого вируса, его очень высокая заразность. То есть, если раньше один человек заражал 10, то сейчас один человек будет заражать 100 человек. В регионах, столкнувшихся с «Амикроном», говорят о том, что болезнь протекает легче. Это действительно так, но только в случае, если речь идет о привитых, говорят медики. Врачи области во всеоружии готовятся начали еще с первых сообщений о новом штамме. Например, в больнице Середавина, самом крупном ковид-госпитале, появились новые лекарства и методы лечения. Их готовили специально для борьбы с «Амикроном». Совсем недавно в медучреждении закрылись несколько отделений на базе ковид-госпиталей. Но их развернут вновь, если понадобится. Наша больница уже была развернута на 1200 коек в инфекционном госпитале. Мы готовы вернуться к такому же объему. У нас есть сотрудники. И, что немаловажно, есть уже приобретенный опыт такой работы. Сейчас врачи отмечают, что наиболее уязвимые коронавирусу группы населения – люди в возрасте с сопутствующими патологиями. До сих пор уровень вакцинации среди них недостаточен. Кардинальных изменений в профилактике «Амикрона» нет. Специалисты призывают вовремя обращаться за помощью даже при невысокой температуре, по возможности меньше находиться в местах скопления людей, проводить больше времени на свежем воздухе и, конечно же, вакцинироваться. Михаил Ермоленко, События. За ночь с городских улиц выведено свыше 5000 тонн снега. Коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. За качеством работ следят городские власти. Как идут работы в Самарском районе, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в следующем сюжете. В Самаре не прекращаются работы по расчистке территории, вывозу снега и противогололедной обработке. На расчистку улиц, тротуаров и дворов областного центра брошены все силы и резервы коммунальных служб. Трудятся в две смены и, судя по прогнозам синоптиков, напряженный график сохранится до конца недели. За качеством работ следят городские власти. Выездное совещание в Самарском районе провела глава Самары Елена Лапушкина. В центре внимания территории, на состояние которых поступали жалобы жителей. Всю оперативную информацию глава города получает от Центра управления регионом и Муниципального центра управления. Все обращения граждан взяты в работу. Глава города проверила, что было сделано для исправления ситуации. Работы ведутся и по улично-дорожной сети, и на дворных территориях. И мы видим, что даже в такой снегопад чистится крыша. От главы получили поручение, конечно, усиливаться на всех направлениях. Это и на улице, и во дворах, и, конечно же, по очистке крови. Ежедневно сотрудник администрации, управляющий микрорайоном, мониторит вверенные им участки на предмет очистки выходов из подъездов, внутриквартальных, внутридворовых территорий. Все замечания сразу отправляются управляющим компаниям. И вечером еще повторный контроль, фотофиксация от управляющих компаний и наш повторный отчет. Только в Самарском районе на борьбу с последствиями снегопадов вывели порядка 15 единиц техники. Учитывая, что на этой территории много спусков, лестниц и узких тротуаров, усилена и ручная уборка. 49 бригад задействованы в очистке кровли от наледи. Усилен режим работы и во всех остальных районах города. Сегодняшний день по территории УДС, в улице Дорожной сети, работают в день 154 единицы техники, ну и 218 дорожных рабочих. Работают в усиленном режиме. За ночь с городских улиц вывезено свыше 5000 тонн снега. Сегодня основной объем таких работ также планируется в ночь. Для этого привлекут свыше 250 единиц техники. Ольга Хомракулова, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. В Самаре усилили работы по расчистке территорий, вывозу снега и противогололедной обработке. Отремонтированные по НАСПроекту безопасные и качественные дороги улицы Арцебушевской уделяют особое внимание. Теперь там сосредоточено движение основного общественного транспорта и автомобилей, которые раньше курсировали по Галактионовской. Подробнее Мария Левина. Усиленными темпами городские службы благоустройства борются с последствиями непогоды. С начала сезона на полигоны вывезли уже почти 90 тысяч тонн снега. Из них более 5 тысяч тонн за минувшие сутки, когда дорожные рабочие готовились к прогнозируемому интенсивному снегопаду. Из расхода были около 180 тонн противогололюдных материалов. Для приведения в порядок всех городских территорий задействовали более 2 тысяч уборщиков территорий и порядка 600 единиц спецтехники. Работы по уборке ведутся круглосуточно. Мы работаем что в снежные дни, что в бесснежные дни. Мы очищаем город, убираем посадочные площадки, пешеходные переходы, что механизировано и вручную, чтобы город был чистый. Улицы Арцебушевской уделяют особое внимание, ведь из-за временного перекрытия движения на Галактионовской в связи со строительством станции метро «Театральная» основной транспортный поток пустили в объезд именно здесь. Напомним, Арцебушевская отремонтирована комплексно в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». За качеством уборки здесь ведут постоянный контроль. Данной улице будет уделено особое внимание как при расчистке остановок общественного транспорта, потому что здесь увеличится количество людей, так и на расчистке проезжей части, чтобы не создавать заторов и увеличить или поддержать пропускную способность данной улицы. Нам очень важно, что очищают не только тротуар, но и около дороги, площадь, чтобы можно было припарковаться или спокойно перейти дорогу на светофорах. Раньше, конечно, это тоже делали, но сейчас этому уделяют больше внимания. Мы же в центре города живем. Транспортные потоки у нас увеличились. Галактионовскую, вы знаете, закрыли. У нас очень большой поток пошел, и автомобили очень заметно. После уборки тротуары и автобусные остановки обрабатывают противогололедными материалами. А из снега формируют валы, которые потом загружают и отправляют на полигон. Мария Левина, Сергей Баскин, События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. В российских вузах средняя стоимость обучения на первом курсе выросла за прошлый год на 10%. Это правда? И с чем это связано? Расскажу уже через минуту, а пока поговорим о реформе для накопительных пенсий. Россиян ждет реформы для накопительных пенсий. Соответствующий закон могут принять уже в этом году. Документ предполагает трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования, которое с 2014 года заморожено, в систему негосударственного пенсионного обеспечения. В новую версию войдут три основных стимулирующих меры. Налоговые вычеты по НДФЛ в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1 миллиона 400 тысяч рублей, по аналогии с депозитами. В Минфине уточнили, что вопрос гарантирования вложений граждан уже прорабатывается в соответствии с поручением президента. За прошлый год средняя стоимость обучения на первом курсе в российских вузах выросла на 10%, сообщается в докладе высшей школы экономики. С 2019 года учеба подорожала на 17%. Это связано с переориентацией платежеспособного спроса на вузы и программы более высокого качества и, соответственно, более дорогие, отмечают эксперты. При этом средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился впервые за 10 лет. Однако такая тенденция не затронула платный прием. Официальный курс доллара 74,57 рубля, доллар прибавил 5 копеек, евро 85 рублей 46 копеек, европейская валюта повысилась на 79 копеек. Нефть марки Brent 84 доллара и 85 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Подорожание полиса ОСАГО почти наполовину. Уголовное наказание для злостных нарушителей на дороге и отмена обязательного техосмотра. С начала года в стране вступили в силу законы, которые призваны изменить жизнь автовладельцев. В то же время некоторые инициативы еще только рассматриваются. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Штрафы до 300 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ или лишения свободы до двух лет. Такое наказание теперь грозит лихачам на дорогах, которые уже привлекались к административной ответственности и лишались прав за превышение скорости более чем на 60 км в час либо за выезд на встречку или трамвайные пути. Ольга Доронина возглавляет Самарское рекотделение Всероссийского общества автомобилистов и сама за рулем уже 20 лет. Она уверена, что такая мера поможет навести порядок на дорогах и сделает автовладельцев ответственнее. На сегодняшний момент любой водитель, который управляет распытым средством, подумает, выезжать на встречную полосу или превышать на такой большой скоростной режим, нарушаемый на 60 км в час. Это огромное нарушение на сегодняшний момент. У нас разрешено до 20 км в час превышать скорость. И где-то я соглашусь, что действительно есть такая вероятность, на таких дорогах. Но 60 км в час – это уже опасное вождение, которое опасно не только для других участников дорожного движения, в том числе водителей, но и для пешеходов. По статистике, более 40% водителей повторно нарушают ПДД. Их не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости. К тому же каждый десятый автомобилист допускает грубое нарушение правил, в том числе выезд на встречную полосу. Зато с этого года владельцы легковых автомобилей и мототранспорта освобождаются от обязательного прохождения техосмотра, если используют транспорт исключительно в личных целях. Правда, в некоторых случаях проходить диагностику все равно придется. Обязательно будет только для некоторых автовладельцев. Это касается такси, пассажирского транспорта и грузоперевозок. Для обычных граждан-автовладельцев диагностирование будет обязательно в одном случае, когда происходит смена автовладельцев, продажа автомобиля, и при этом этот автомобиль старше 4-х лет. Однако есть нюансы. Если автовладелец имеет на руках диагностическую карту, которую он получил по итогам техосмотра, он освобождается от необходимости останавливать авто по требованию сотрудника ГИБДД для проверки состояния машины. Если такого документа нет, то инспектор имеет полное право остановить любую машину, если она показалась ему подозрительной и создающей угрозу для безопасного дорожного движения. За нарушение, разбитая фара, да, это всегда останавливает инспектор. Без разницы, есть ли это карта диагностики или нет ли это карта диагностики. Это технически несправно автомобиль. Водителю, уважающим себя и имея личный транспорт в личных целях, используя его, он, конечно, будет сам следить за своим состоянием техническим автомобилем. Тем временем автоматические комплексы фиксации нарушений будут вычислять водителей, которые не имеют полиса ОСАГО. За это предусмотрен штраф 800 рублей. Постановление могут выносить каждый день, поэтому за месяц можно набрать штрафов на 25 тысяч, если отсутствует полис обязательной автогражданской ответственности. На мой взгляд, мера очень нужная, потому что мы видим периодически на практике случаи, когда происходит ДТП, и один из автовладельцев не имеет полиса ОСАГО. Это большая проблема для того лица, который не виноват, а который пострадал, потому что, чтобы взыскать сумму ущерба, ему приходится обращаться в суд. И мы часто видим, что виновное лицо говорит, ну иди в суд, ты ничего не получишь, у меня ничего нет. Понимаем, что страховая компания в этом случае был бы простой, понятный механизм, который позволил бы возместить понесенные ущербы в случае ДТП. Между тем, Банк России поддержал законопроект Минфина о повышении лимита выплат при причинении вреда жизни и здоровью по ОСАГО до 2 миллионов рублей и отмене учета износа деталей транспорта. Это приведет к росту компенсаций для пострадавших, улучшению страховой защиты для виновников ДТП, а также сделает невозможным взыскать через суд с виновника разницу в цене новой и изношенной детали. Но все это в итоге приведет к подорожанию полиса ОСАГО, как отметили в Центробанке, на 48% до 2 тысяч 567 рублей. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, Григорий Плешаков, События. В Самаре подвели итоги конкурса сочинений на тему «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города?» Он проводился с 9 по 17 декабря 2021 года. Учредителями конкурса выступили Думы городского округа Самара и Департамент образования администрации города. Школьники прислали почти 5 тысяч сочинений. Какие работы пришлись по душе конкурсной комиссии, узнала Ольга Павлова. Главное объединиться, перестать враждовать, полюбить ближнего и перевернуть этот мир так, чтобы каждый человек на нашей планете был счастлив. Не по-детски серьезные, вызывающие яркие эмоции в душе у каждого, кто прочел и услышал эти строки. Сочинение Софии Елистратовой зачитывает глава города Елена Лапушкина и благодарит каждого, кто принял участие в конкурсе за отклик и неравнодушие. Я не переставала удивляться. Во-первых, вашей открытости, доброте, отзывчивости и абсолютной какой-то искренности. Вопросы экологии, вопросы бездомных собак, вопроса сохранения исторического поселения, наших прекрасных архитектурных зданий. На конкурс школьники Самары прислали почти 5 тысяч сочинений. Члены жюри независимой конкурсной комиссии отобрали лучшие. Материалы оценивали с последующим критерием. Грамотность, соответствие работы теме и основной мысли, последовательность изложений, оригинальность и творческий подход. Сочинение Софии затронуло все аспекты, связанные с жизнью большого города. Но через множество строк прошла одна важная и главная для каждого человека тема. Люди могут менять любые вещи своими руками. Не стоит долго ждать и на что-то надеяться. Просто пойти, взять и изменить. Что объединяет в этих работах? Во-первых, это любовь к городу. Это любовь к людям. Это и глобальные социальные вопросы, связанные с закрытием детских домов. И чтобы у каждого ребенка, который оказался сложнее жизненной ситуации, появилась и новая семья. Учредителями конкурса выступили Дума городского округа Самара и Департамент образования города. Победителей поздравили с победой глава города Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дзюксев и Дед Мороз. Ребятам вручили дипломы и ценные подарки. Ольга Павлова, Константин Головин. События. 13 января в России празднуют День печати. В 1703 году в этот день в Москве вышла первая русская газета. Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в московском государстве и военных окрестных странах. По данным Роскомнадзора, сейчас в российском реестре средств массовой информации свыше 150 тысяч зарегистрированных СМИ. Одно из старейших в стране находится в Самаре. Уже больше столетия главные новости жители города на Средней Волге читают на страницах Самарской газеты. Мария Левина отправилась в редакцию изданий и узнала, чем она живет сегодня. Старейшая газета не только Самары и области, но и России в целом. Уже больше столетия здесь самые актуальные темы. Сменилось уже сумасшедшее количество поколений журналистов. Чем сегодня живет газета? Посмотрим внутри. Или может пойдем дальше и зайдем в редакцию? Все-таки, что ни говори, а одно из главных качеств журналиста – это оптимизм. Хм, не такая уж она и скрытая, эта камера. Ну что, пойдемте дальше. Фух, хорошо, что мы не в швейцарском городке Шпиц. Ура! 125 ступенек вверх, и мы в редакции газеты с богатой историей. Созданное в начале 19 века, издание стало колыбелью творчества для многих русских писателей. С февраля по декабрь 1894 года в газете работал Евгений Чириков. Здесь он печатал небольшие рассказы, филетоны и очерки русской жизни. Подписывался как Евгений Валин. В этих жанрах он был предшественником Горького, работа которого как журналиста начиналась именно в Самарской газете. Сейчас на страницах газеты можно увидеть имя Яны Емелиной. О такой работе Яна мечтала с детства. Рассказывает, как только закончила вуз, сразу же пришла в эти стены. И вот пишет тексты уже больше 10 лет. Я очень горда работать в издании с богатой историей. Это не просто газета, это газета со своими традициями, со своим опытом, с ней очень многое связано, в принципе, для горожан. Тираж газеты более 7 тысяч экземпляров. В ней печатают самые актуальные новости из жизни города, рассказы о героических жителях. Слышать людей, писать для них и о них – вот основные три кита, на которых издание держится и не теряет своей востребованности долгие годы. Работа редакции, к примеру, в 90-х принципиально отличается от современной. Тогда журналисты писали свои тексты от руки, сдавали на проверку редактора, далее попадало к машинисткам, они набирали текст на печатной машинке, после чего отдавали его в дом печати. Сегодня же главным инструментом и помощником современного журналиста является смартфон. Времена диктуют свои правила. У газеты есть страницы в социальных сетях и сайт. Однако, аудитория везде своя. Газета, она чем выгодно отличается от электронных источников, тем, что работа совсем другая. Это верстка определенная, это дизайн. Многие читают со смартфона, с планшетов. А это совсем другой уровень, вот именно контакта с информацией. В тропях, ожидая там, не знаю, общественный транспорт или где-то между какими-то там парами. А газету надо взять, открыть, прочитать. Это своего рода какая-то традиция. Самарская газета выходит в понедельник, среду и субботу. Накануне делается верстка. Это самое горячее время, когда команда может даже провести на работе ночь, чтобы в запланированное время в руках у самарцев оказался свежий выпуск издания. Мария Левина, Николай Сидоров. В Самаре прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. В соревнованиях приняли участие более 200 человек из всего региона. Максим Магомедов наблюдал за ходом состязаний. На первом этапе соревнований на татаме вышли спортсмены в легковесовой категории. Во второй части между собой состязались девушки, а также парни в тяжелом весе. Первенство провели с целью выявления сильнейших спортсменов и формирование сборной команды Самарской области для участия в соревнованиях Приволжского федерального округа, которые пройдут в Ижевске в конце февраля. В этом возрасте у нас запрещены удушающие приемы. То есть до 15 лет нельзя делать удушающие приемы. Разрешены делать болевые приемы, болевой прием на руку. Но не до сдачи до прямой руки. То есть в целях избежания травм, согласно правилам, если рука прямая, то также является победитель, оценочка Япон дается. Япон в переводе с японского – полное очко. Это наивысшая оценка, которая означает победу спортсменам. Если один из критериев Япона не выполняется, бойцу дается оценка «вазари», что значит половина очка. В этом случае для победы в поединке требуется получить два «вазари» в течение трех минут. Дзюдо – популярный вид спорта, который широко распространен в регионе. Самарские спортсмены являются участниками и призерами Олимпийских игр. Спортсмены Самарской области всегда представляли достойно наш регион. Завоевывали почетные места, отбирались на финалы страны. Владеют, точнее, техническими действиями очень хорошо. Показывают свой характер, проявляют во время схваток. Ну и, соответственно, все стремятся победить, попасть в сборную команды Самарской области для дальнейшего участия в вышестоящих соревнованиях. Сергею Чугунову 12 лет. Он изучает боевые искусства уже 4 года. Говорит, нравится заниматься спортом. Направление единоборств выбрал самостоятельно. Свои навыки применяет только на татаме. В обычной жизни драться не любит. Готовился я где-то 4 дня к соревнованиям. Тренеры мне очень сильно помогали технику отрабатывать, броски и захваты. На тренировках я усердно занимаюсь, слушаю тренера и пытаюсь вырваться вперед. В Самаре ведется массовая работа по популяризации дзюдо и вовлечению детей в спорт. Каждый год уровень мастерства спортсменов повышается, а регулярно обновляется тренерский состав. Много молодых тренеров, много людей, которые интересуются в принципе дзюдо. Я имею в виду родителей, которые приводят детей на секции, интересуются сами. Мы рассчитываем провести летом фестиваль единоборств. Это же будет здорово, когда любой родитель, ребенок будет проходить до набережной гулять и видеть, что дети занимаются. Мы в некоторые дни недели делаем объединенные группы. Это когда родители могут потренироваться вместе с ребенком, прочувствовать. Вот она популяризация. По итогам соревнований были определены победители и призеры в каждой весовой категории. Максим Магомедов, Максим Гусев. События. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самары ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова